Доброе утро! На РБК блок региональной информации. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза в студии Мравиль Ватолин. Итак, в Башкортостане ежегодно растет объем субсидирования транспортных организаций за перевозку пассажиров и льготников. В 2020 году на возмещение выпадающих доходов из бюджета направили 250 миллионов рублей, но это в 2021-м 285. В прошлом году уже 340 миллионов. Поддержку будут оказывать и в дальнейшем, сообщили в региональном Минтрансе. Правом на льготный проезд на общественном транспорте в республике обладают люди с ограниченными возможностями здоровья, участники войны и ветераны боевых действий, члены их семей и другие категории граждан. Единый социальный проездной билет стоит 600 рублей. По нему в прошлом году было совершено более 17 миллионов поездок. Расходы перевозчиков составили в 2021 году свыше 440 миллионов рублей, в 2022 – более 520. Премьер-министр правительства Андрей Назаров отметил, что при допуске транспортных организаций к маршрутам необходимо учитывать потребности жителей, чтобы воспользоваться правом льготного проезда могли на любом направлении. Башкортостан возглавил рейтинг трезвости регионов Приволжского округа по итогам прошлого года. В федеральном списке республика поднялась с 22 на 16 место. Но приобщиться к здоровому образу жизни во многом помогает конкурс «Трезвое село» и вот это отметили в правительстве региона. В настоящее время проходит республиканский этап. Итоговое торжественное мероприятие состоится 25 апреля в Конгресс-холле Таратау. Ну и как сообщили в Минтруда, кроме культурных и спортивных мероприятий, большой популярностью у сельчан пользуются выездные дни семейных консультаций с участием наркологов, психотерапевтов, специалистов опеки, Центр семья, но и других специалистов. Не секрет, что часто на селе, скажем, алкоголь бывал причиной многих проблем. Понятно, где-то доску людям не хватало, где-то культура соответствующая была еще не на том уровне. Поэтому где-то какие-то проблемы были регулярно. Когда идет вот такие мероприятия, программа, она как бы повышает культуру. Мы с вами тоже занимаемся, чтобы одновременно и было куда пойти, в общем, другими, более приятными и полезными для здоровья вещами. Ну вот в республике в последние годы отмечается сокращение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В 2021 году на 8% к предыдущему периоду, ну а за январь-ноябрь 2022 на 12,5%. От отравления спиртным в 2021 году скончались 57 человек, что меньше на четверть, чем годом ранее, но и почти в 4 раза по сравнению с 2018 годом. Жители Башкортостана старше 55 лет могут получить сертификат на 2000 рублей по программе «Башкирское долголетие». О расширении возможностей проекта сообщила представитель Минтруда региона Адель Бурганова. Ну вот сертификат можно использовать для занятий танцами, уроков английского языка и цифровой грамотности, ну а также для обучения дизайну интерьеров. Мы модернизировали нашу программу обучения граждан старшего поколения в Народном университете третьего возраста. И в 2022 году она у нас представлена как раз таки в новом формате. Это возможность гражданина получить сертификат один раз в текущем году и принять участие в наших мероприятиях. Например, это занятие йогой, акваэробикой, овладение танцами, в том числе танцы на открытом воздухе. Для мужчин появилось новое направление – основа рыболовства. Ну вот также в республике прорабатывается и возможность выделения субсидий организациям, которые оказывают физкультурно-оздоровительные услуги пожилым. Средства будут предоставлять в рамках госзаказа в виде возмещения стоимости сертификата в размере 10 тысяч рублей на одного человека в год. В список спортивных дисциплин включили йогу, аэробику, пилаты, скандинавскую ходьбу, плавание, ну и другие. Стоимость одного занятия йогой или фитнес-аэробикой не должна превышать 100 рублей, акваэробикой – 200. Проект разработала Минспорт Башкортостана и документ опубликован для экспертизы и общественных обсуждений. Купить просроченную молочную продукцию станет невозможным. Система цифровой маркировки не будет пропускать через кассу такой товар. Товар «Добровольный эксперимент» ритейлеры запускают в январе, сообщили в Центре развития перспективных технологий. Продукты с их стекшим сроком годности будут заблокированы на этапе сканирования. Это исключит человеческий фактор, когда сотрудники магазинов не успевают убрать испортившийся товар с полок, ну а покупатели берут его по невнимательности. Первым участником эксперимента стала сеть «Магнит». Другие ритейлеры тоже разрабатывают такую функцию для своих касс. Это будет большой плюс на кассе, если бабушка или любой покупатель, покупая его на кассе, не пропускает просроченный товар. Ну, я думаю, что этот человеческий фактор сразу исключит. Потому что задача сети – продать товар, потому что продукт, который проходит просрок, они обязаны писать себе на затраты. Потому что производитель сейчас имеет вот эту безопасность, что если он поставил товар, а продукт не продался в срок реализации, это проблема торговой сети. Ну вот сейчас под маркировку попадают лекарства, табак, духи, бутилированная вода. Идут эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий и пива. Пока они не будут участвовать в проекте по блокировке просрочки. И в государственной информационной системе ЖКХ зарегистрировали 160 тысяч жителей Башкортостана или 5% от взрослого населения. В ближайшее время количество пользователей необходимо довести до 10%. Такое поручение дал премьер-министр республики Андрей Назаров в ходе заседания правительства. Но вот ГИС ЖКХ введена в 2016 году и стала обязательной для всех поставщиков услуг и органов власти. Собственники жилья могут найти в системе всю информацию по управлению домом и плате за коммуналку. Ну а с прошлого года через нее получают сведения и соцорганы для определения права на субсидию ну или данные о непогашенной задолженности. Поэтому важно наполнять ГИС ЖКХ актуальной информацией и выстраивать надлежащее межведомственное взаимодействие. Ну и по итогам обсуждения вопроса местным администрациям поручено контролировать, чтобы поставщики услуг своевременно отвечали на запросы социальных служб. К этому сейчас у вас вся информация. Оставайтесь с РБК и хорошего дня.